Друзья мои, уже много чего я писала в своем профиле об эрозии, снимала видео, но повторение мать учения. Давайте пробежимся снова. Чтобы внести ясность, я делаю разбор тут двух кейсов. Когда шейку матки до родов лечить не надо, а когда надо. Поехали. Начнем с того, что надо отличать истинную эрозию шейки матки. Чрезмерное разрастание эпителий шеечного канала, физиологическое состояние, встречаются в норме у девушек до 21 года и эктопию шейки матки. На влагалищной части шейки появляется эпителий, свойственный для шеечного канала. Когда шейку матки до родов прижигать не надо, у вас истинная эрозия, гинекологический мазок на флору первой степени чистоты, ВПЧ отрицательный, цитология в норме и вы счастливы. Когда шейку матки до родов прижигать надо, именно прижигать, а не пока полечить, а там посмотрим. У вас эктопия, ВПЧ 16 и 18 типа обнаружены, цитология показывает соответствующие изменения. Далее, когда шейку матки до родов надо лечить, гинекологический мазок на флору показывает воспаление, нарушение микрофлоры, анализы на инфекции, передаваемые половым путем, положительные. Если у вас есть сочетание симптомов из последних двух параграфов, то вам надо шейку матки и лечить, и прижигать. Дорогие мои, специально для вас в этом видео разжевываю эти случаи, чтобы вы поняли, что определяющим в лечении шейки матки является не состояние «я женщина до родов», а состояние шейки матки. Кому нужно проверить состояние шейки матки, обнаружить вирус папиллома человека и сделать анализ на цитологию, всех жду на прием.